Здравствуйте, в прямом эфире правовая программа Вести, дежурная часть, студия Дмитрия Смирнова. Сегодня в выпуске. Рассмотрение дела о хищении 114 миллиардов рублей подходит к концу. Бывший руководитель Межпромбанка Лариса Маркус и её заместитель выступили в суде с последним словом. Что они рассказали о незаконном выводе крупных сумм? Контрафакт расходился по всей стране. В Самарской области закрыт подпольный цех по производству моторных масел. Чем рисковали покупатели-автовладельцы? Шокирующие кадры. Башенный кран едва не раздавил пассажирский автобус и несколько домов. Лежала, смотрела телевизор. Вдруг подкрыгнула на кровати. Я думала, землетрясение. ЧП в Красноярске из-за сильного порыва ветра. Кран рухнул на дорогу и перекрыл движение. Кража через мусорный контейнер. В Москве задержан предполагаемый вор, который пробрался в магазин весьма необычным способом. Тюремную робу сменил на юбку и блузку, надел парик и покрасил ногти. А в Гондурасе особо опасный преступник прикинулся женщиной, чтобы сбежать из-под стражи. Ну, что подвело заключённого? В Кургане инспекторы ДПС выясняют причины автомобильной аварии. В Кургане инспекторы ДПС выясняют причины автомобильной аварии.